коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня мы с вами разберем две ситуации которые часто возникают при формации которые называются отсутствие реакции на ложный пробой перед началом хотел бы напомнить что заканчивается набор менее двух недель осталось на курс залетайте в последний вагон будет интересно много полезностей вернемся к теме самая наверное простая ситуация эта картиночка была в раздаточных материалах когда у нас проходил форум предновогодний наверное многие уже видели и простота и легкость такого рода сделок заключается в том что мы делаем ложный пробой и после этого цена не откатывает а вот встает в некое такое накопление локальное перед уровнем для совершения скажем так финального рывка и финального выноса стопов тех кто пытается здесь заскакивать в отскок напомню что когда у нас происходят ложные пробойные формации то первое там мы должны далеко закрыться у нас на подходе к уровню чем меньше остается тара тем лучше то есть этот фактор который будет плюсом к ложному пробую при возврате в предпробойную плоскость мы ожидаем что сюда присоединяются продавцы и утаскивают цену а также те кто здесь покупали выше уровне их вытаскивают тоже на стоп лосс и вот это вот скопление стоп ордеров двигает цену в противоположном направлении это базовый сценарий для ложного пробоя когда мы говорим об отсутствии реакции на ложный пробой мы должны учесть несколько факторов которые мы рассматриваем для торговли именно сделок на продолжение то есть пробой на первое самое важное наверное недалекое закрытие от уровня для того чтобы инструменту было мало скажем так малое расстояние должно быть до подхода к уровню чтобы не растратить дневной отар и при ситуации когда например у нас здесь нет узкой проторговки либо нет поджатия когда мы сразу можем заходить в пробойную сделку либо это на дневном таймфрейме у нас есть хвост ложного пробоя мы опять недалеко закрываемся на следующий день будем здесь работать пробойную модельку но я два примера покажу именно на младших таймфреймах которые отслеживаю и отторговываю значит на 5 минутки мы можем постоять чуть поодаль затем издалека скажем так пробить уровень и дать небольшую реакцию которая не вызывает вот этого большого движения вместо этого инструмент идет обратно и наша задача входить в пробой максимально близко к уровню то есть можно рассмотреть комбинацию до условий то есть мы работаем пробой но пробой закреплением дождались закрытия еще там 23 бара пятиминутных это и далее работаем уже заходя по рынку либо если там далеко закрываемся можем попробовать лимитный ордер разместить поближе к уровню для того чтобы стоп лосс сократить и вот в таких ситуациях будем стремиться забирать последующее движение отдельным вниманием следует уделить тот момент что когда мы выходим например давайте вот так у нас хвост ложного пробоя чуть поглубже и при последующем входе когда мы заходим мы следим чтобы мы как минимум обновили вот этот экстрем то есть мы должны двигаться дальше если вместо этого то есть мы условно зашли в сделку у нас начинают обратно тащить к уровню то чаще здесь будет распил и здесь мы катапультируемся по одному из наших правил как действовать если сделка не пошла кто не смотрел это видео рекомендую посмотреть разберем два примера 1 это ада монетка ситуация была следующая мы падали 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 была попытка хода ниже но у нас скажем очень бодро выкупили и вот в этот день мы недалеко закрылись так как уровень зеркальный и мы по хорошему после ретеста должны двигаться дальше то есть некие такие с вечера шартовые настроения но вместо того чтобы пойти обратно от уровня мы видим следующую реакцию то есть вот он наш подход и инструмент глубоко не откатываясь встает в некое такое тоже накопление пока это все широко и вот это самая узкая на торговка которая формируется не под уровнем а на некотором отдалении то есть здесь заходить именно в первичный пробой скажем так ну не камильфо необходимо дождаться закрепления данным уровнем либо то что происходит то что называется отсутствие реакции на ложный пробой то есть если это ложный пробой тогда нас вот здесь должны вытаскивать обратно этого не происходит инструмент уже после неглубокого отката сразу заходит пробойную плоскость плюсом данного входа является возможность прикинуть так куда можно поставить стоп то есть когда мы видим вот эту глубину реакции это то самое место куда можно спрятать стоп лосс далее там уже можно комбинировать дальнейшие пробойные информации если например там мелкая проторговка узко либо поджатие дальше формируется но вот визуально выглядит так то есть есть ложный пробой есть ситуация что нет реакции можно там одну две пятиминутки подождать которые будут целиком и полностью в пробойной плоскости либо первую который не будет пересекать уровень либо также 2 ну то есть можно немного подождать и если далеко не понесет сразу то заходить по рынку если закрытие далеко то пробовать размещать именно лимитный ордер со стопом точно так же за вот этот хвостик ложного пробоя и далее работаем уже в продолжении движения стоп максимально короткий старайтесь заходить максимально близко к уровню это позволит именно сократить стоп если мы заходим в пробой то мы должны там прятаться по хорошему за последний откат с которого вот это движение пошло и далее то есть если у нас такой большой стоп в данном случае там 1819 процента то нам нужно много проходить до тейка может не пускать поэтому чревато и второй пример наверное многие от торговали когда биток у нас не отваливался вот здесь и на дневке у нас следующая картинка то есть после подхода мы встаем такое накопление с поджатием нас все время тянут уровню любые вот эти вот попытки хода вниз выкупают и обратно подтягивают на продолжение движения вот мы видим день когда у нас есть ложный пробой на инструмент не откатывается далеко от уровня и закрывается вблизи скажем так в данном случае можно также рассматривать варианты то есть это вот день ложного пробоя здесь у нас как раз закрылся дневной бар если вы обратите внимание то инструмент остается в внутри диапазона вот этой на торговке и попытки выхода то есть вот эта реакция обратно это все что произошло то есть это те самые условно стопы покупателей и желающих продавать которые толкают цену вниз но инструмент далеко не уходит и в данном случае здесь уже откатик на биткоине стопики можно конечно покороче ставить чем там один или около одного процента и также здесь на пятиминутке нет на торговке нет поджатия если мы заходим здесь пробовать то по хорошему либо за этот кат либо сюда то есть это очень далеко а вот когда мы видим что инструмент после второго выхода совсем не отпускают от уровня и тащит обратно наверх то точно также ждем закрытие бара и стопик максимально короткие вот этого импульсного движения его уже будем за глаза для того чтобы забирать свои заветные 34 к одному применяйте используйте стопы самое главное что если вы видите что инструмент не идет то есть отсутствует импульсное движение например там те кто здесь залезли уже в продаже наверняка спрятали свои стопики за хвост ложного пробоя поэтому выход выше вот этого первого экстремума должен в кавычках рынок никому ничего не должен вызывать импульсное движение то есть стопы должны отлетать мы должны получать импульсный ход если этого не это инструмент здесь начинает пилить то минимизируем убытки сделка идет не по сценарию закрываемся убегаем значит что-то пошло не так в этом страшного ничего нет лишний раз сэкономить стоп лосс это будет плюсово на дистанции все всем удачи пока пока